19 июня в России – День медицинского работника. Труд медиков – это высокое служение во имя и на благо людей. Врачи, фельдшеры, медсёстры самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку – жизнь и здоровье. В преддверии праздника в Саровском драматическом театре сотрудники КБ номер 50 отметили свой профессиональный праздник. Честность, человеколюбие, самоотверженность и высокая ответственность – вот те черты характера, которые проявляются ежедневно. Во время работы людей самой гуманной профессии в мире. Да, у нас и простой труд, но и радость от удовлетворения, от полученных результатов ни с чем не сравнить. Ведь счастливые глаза, получившие исцеление больного – это самая большая награда для врача. В этот день на сцену поднимались врачи, медсёстры, административный персонал. Среди награжденных была Елена Тришина, старший врач отделения скорой медицинской помощи. Елена Николаевна с детства мечтала стать врачом и помогать людям. Пришла работать сразу в отделении скорой помощи, где трудится уже 12 лет. Быть медицинским работникам – это призвание, это специальность, которая не любит и не принимает случайных людей. Людей со стороны, поскольку люди должны любить свою работу, любить людей, быть отзывчивыми, стремиться всегда помочь, никогда не проходить мимо чужой человеческой беды. Многолетняя дружба связывает КБ номер 50 и Орфяц в НЕФ. Ядерный центр первым пришёл на помощь медикам во время пандемии коронавируса. В том числе предоставил необходимый транспорт, помогал с закупкой оборудования и оказал большую финансовую поддержку. Совместными усилиями удалось смягчить удар ковида и снизить количество смертей. Но и после пандемии совершенствование и развитие медицинской помощи остаётся приоритетной задачей для градообразующего предприятия. Это и оснащение, при содействии госкорпорации Росатом, оснащение современным медицинским оборудованием. Это программы цифровизации, информатизации, увеличение, повышение эффективности медицинской помощи. Это различные ремонты инфраструктуры. Это помощь в приобретении служебного жилья для высококлассных специалистов, для молодых специалистов. Активно взаимодействует КБ номер 50 и с органами местного самоуправления. В своём приветственном слове председатель Думы Антон Ульянов отметил, что профессия медика – одна из самых тяжёлых и сложных. Сказать лучше, чем мой тёзка, великий русский писатель Антон Павлович Чехов, наверное, нельзя. Он сказал так, профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. И мне очень приятно, что вот столько людей, которые здесь собрались, они обладают этими качествами. Пандемия заставила всех осознать важность труда медиков. Владимир Путин объявил, что в России будет увеличен объём средств, предназначенных на развитие медицины. Со своей стороны депутат Законодательного собрания региона, заведующая второй поликлиникой Ирина Макарова, рассказала, что Нижегородская область также увеличивает расходы на здравоохранение. В дополнительном финансировании Нижегородской области первым пунктом на 2022 и 2023 год стоит именно увеличение финансирования здравоохранения. И оно значительно отличается по объёму от других, как мы понимаем, тоже очень важных областей всей общественной деятельности. Поэтому надеемся, что наша жизнь, жизнь медиков и жизнь наших пациентов в социальном плане будет лучше. Дань уважения на праздники отдали и ветеранам медицины. В том числе почётную грамоту КБ номер 50 получил заслуженный врач Российской Федерации, который почти 25 лет руководил нашей больницей Сергей Оков. При нём медицинское учреждение получило свой нынешний высокий статус. Сергею Борисовичу удалось сохранять медицину в непростые для нашей страны и города годы. В своём выступлении он вспомнил важные вехи из истории организации, которой отдал столько лет. Вот вы знаете, наша больница, она первая же в системе третьего главного управления. И она первая не только по дате организации, потому что она ещё первая по значимости. То, что наши врачи первые, которые поехали на полигоны, первые стали работать с делящимися материалами, с людьми, которые работают с делящимися материалами. Первые, которые были и во многих горячих точках. Мы приезжали туда, то есть там как-то с облегчением вздыхались, что приехал из второго клинической больницы, пересял, значит здесь будет какая-то реальная помощь. В конце торжественного мероприятия оба главных врача, и бывший, и нынешний, обратились с наставлениями к молодому поколению. Врачам, которые совсем недавно приступили к работе, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки. Завершился праздник капустникам, который подготовили для своих коллег активисты нашей больницы. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...